Добрый день! Расскажите подробнее про феномен Бабья Яма и есть ли способы с ней бороться? Бабья Яма это минимум три поколения женщин, бабушка, мама, внуча, доча, четвертая внуча, ну вот три. Делали все возможное и невозможное, живя в отрицательной форме отношения к мужчине. Это передается, это знаете, как клеймо, которое вот как пятно на нашем ауре, биополе, да, и как они еще называются, поля значений, передается как программа. Программа, которая заточена для того, чтобы умершлить этого мужчину, от того, чтобы от него получить ребенка, ну это гадость. Вот такая жуткая, неприличная, очень емкая, очень такая грязная гадость. Это программа. Программа отрабатывается обычно три поколения. Вот бабушка, мама, доча. На внуче есть возможность ее снять, изменив модель поведения. Входить вот в эту тройку, это практически, ну нужно быть или потрясающе сильным мужчиной, и разбить там все, и забрать эту дочку, или там маму, кого там забрать, и только перетрясти ее до такой степени, чтобы она пришла в себя. Но это мужчина, ну очень должен быть сильным, очень. И он точно должен понимать, что с ней придется тешкаться и нянчиться до конца дней. Если она возвращается в обычную привычную среду, то программа начинает действовать как само собой разумеющееся. Это структура в сознании, если вот так чуть современным языком сказать. Структура в сознании, которая достаточно жестко поставлена, потому что перед глазами это было, это объяснялось, это убеждалось, это одевалось, это показывалось. И показывалось авторитетом, который вел себя тоталитарно, безапелляционно, и за любое какое-то шаг влево, шаг вправо, мама в данном случае, из поколения в поколение, принуждалась, насаждалась именно такая модель поведения. Это структура, чтобы эту структуру оттуда выдернуть. Это нужно уронить человека, его сознание так, такой ситуации, чтобы сначала был ужас ужасный, но подконтрольный. А потом только выстраивать новую структуру. Почему так тяжело меняться и учиться, потому что структуры железобетонные. К 14-21 году человек уже настолько всё это в себе упаковал. И любой шаг влево, шаг вправо изменения приносят не только эмоционально-душевную боль, а приносят патологию страха. И с этим страхом мало кто готов справляться. Почему и переповтор идёт семьи, как бабьи ямы, и мужские такие же вещи есть точно так же. Это лучше так, потому что знаю как. И потом бесконечное самовнушение, убеждение, что это единственная форма. Входить туда можно, но нужно знать, что там потратит силы, ох как. И видеть, что у человека, у одной из этих женщин, в принципе ещё теплится душа, в принципе где-то она, пускай хоть иногда глаза от мутноты промывает и очень просит спаси меня. Вот тогда можно. Но война будет идти очень достойно. Десять раз думаете. А четвёртое поколение, если не сбежало, то тогда на ней обычно заканчивается этот род уже. Потому что он бесперспективен.